На сороковой день после Пасхи, в четвертый день недели, православные христиане празднуют вознесение Иисуса Христа. В этом году это 28 мая. Праздник посвящен событиям последних моментов жизни Спасителя. Согласно Евангелии от Марка и от Луки, Иисус, взяв своих учеников, поднялся на Леонскую гору и вознесся с нее на небо. Это событие имеет большое значение для христиан. Господь возносится на небо вместе со своей человеческой природой, тем самым показывая и нам, людям, конечную цель нашей жизни, которая выходит за границы нашей Вселенной в Царство Божие. То есть это воспоминание об этом и есть самый главный смысл нашего праздника. Ведь Господь показывает нам, куда мы должны возразить наши мысли и молитвы, что мы должны видеть конечной целью человеческой жизни. Не просто победу на смерти, не просто воскресение всеобщее, но и куда мы все должны стремиться попасть. То есть то самое Царство Божие, которое Господь нам открывает своим Вознесением. Вознесение – праздник радости. Он дает христианам надежду и веру в вечную жизнь. Напоминаем, что пребывание в этом мире только временно. Если бы Иисус Христос не вознесся, а остался на земле, его учение не получило бы распространения по всему миру. Спаситель знал заранее о том, что вознесется, и рассказал об этом своим ученикам. Господь говорил о том, что для того, чтобы Церковь стала всемирной, чтобы благодать Божией, Дух Святой распространился среди всех людей, Господь, как человек, должен уйти из этого мира. То есть иначе его возможности, если так грубо говорить, так и останутся ограничены возможностями человека. И поэтому Господь возносится в свое божественное достоинство, вознося вместе с собой в свое человечество природу, и тем самым показывая и человеку путь на небо, и с другой стороны давая возможность зайти к Духу Святому на своих учеников, на апостолов, потом на всех остальных христиан, и тем самым преобразив уже огромное великое множество людей, уже не несколько тысяч, десятка тысяч, а сотни миллионов людей сквозь все времена и сквозь все поколения, даже до сегодняшнего дня. И вот понимая эту глубину действия Божия в нашем мире, в нашем временном мире, то есть мы и обретаем надежду, что и мы тоже сопричастны к этому великому событию, и как тогда, 20 веков назад, апостолы, зрящее вознесение Христова на небо. То есть мы и сейчас также соучаствуем в этом, и своими молитвами, и, конечно же, своими делами, которые также делают нас последователями Христа, делают нас учениками Христа и учениками апостолов. То есть это уже такой духовный смысл сегодняшнего праздника.